Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Сегодня в рамках проекта, представленного библейским порталом экзегет.ру, мы посмотрим пристально на текст апокалипсиса Иоанна Богослова и начнем, естественно, с первой главы этой книги, которая предваряет всю книгу в целом. Здесь автор, с одной стороны, сообщает важные для читателя вещи, в том числе касающиеся жанра и контекста, и, с другой стороны, содержит эта глава совершенно удивительной, чрезвычайно важной для любого читателя, в том числе и современного, выражения, формулировки, то, как думают, как говорят о Боге, о своей вере люди, связанные с апостолом-евангелистом Иоанном Богословом. Потому что, как бы мы ни решали вопрос об авторстве, так или иначе, даже если это был пресвитер Иоанн, а не Иоанн Завидеев, все равно он принадлежал к традиции, к христианской школе, к культуре, которая, так или иначе, берет начало в проповеди и служении евангелиста Иоанна Богослова. Да. Итак, вначале автор говорит о том, что это откровение Иисуса Христа, которое он послал через ангела рабу своему Иоанну. Вот, это, в общем, конечно, совершенно обычная картина для каждой апокалиптической книги. Важно обратить при этом внимание для нас, что все время, и в том числе в первой главе, автор с одной стороны говорит о Боге, а с другой стороны говорит об Иисусе Христе и не очень-то стремится различить одно от другого. Текст происходит, пишется в то время, когда, конечно, еще не сформулировалась современная христология, сложившаяся в эпоху Вселенских Соборов. И с точки зрения терминологии Вселенских Соборов многие выражения этой эпохи подверглись бы осуждению. Тем не менее, все-таки вот этим простым приемом, когда вроде бы откровение, то, что должно всегда исходить от Бога, ангел, которого посылает Бог, но это дается от Иисуса Христа, это возможность и, в общем, традиционный для первого века способ говорить о своей вере в присутствие Бога во Христе Иисусе. Не столько они не дерзнули бы говорить о божественности Иисуса Христа, и для многих из них, как для иудеев, это было трудно, но тем не менее они могут, как апостол Павел, например, говорить о том, что во Христе пребывает вся полнота божества телесно, или как евангелист Иоанн Богослов в Евангелии записать слова самого Иисуса «Я и Отец одно». Вот для автора апокалипсиса в самом начале это тоже такой способ сказать об откровении, которое Бог дает через Иисуса Христа, никаким-нибудь другим способом. Да, кстати сказать, для христиан того времени, вообще говоря, любой другой способ дать откровение, кроме как через Иисуса Христа, фактически уже становится непредставимым. И вот евангелист, будем говорить, автор апокалипсиса Иоанна Богослова, говорит о том, что он передает свидетельство Иисуса Христа, свидетельство Иисуса Христа. И как, в общем, было принято в те времена, он обращается к своим адресатам, явно представляя себе вполне конкретно те семь малоазийских христианских общин, к которым будет обращена следующая часть апокалипсиса. И вот он говорит «благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет». И это чрезвычайно важная формулировка, на которую стоит обратить внимание. Дело в том, что священное имя Божье, во-первых, для людей, относящихся к иудейской традиции, в том числе и для христиан из иудеев, совершенно непроизносимо. Непроизносимо. Это нельзя. Вот. Они привыкли заменять имя Божье эвфемизмами. С другой стороны, а как вообще передать на другом языке смысл имени Божьего? Я есть тот, кто я есть, или я есть тот, который буду, или я – это я. Потому что, конечно, то имя Яхве, которое Господь открыл Моисею, совершенно непереводимо. Ну, то есть переводимо, но с большим трудом. И, по-видимому, для той, по крайней мере, части грекоязычного христианского мира, в которой пишет автор Апокалипсиса Иоанна Богослова вот это выражение «Тот, который был, и есть, и грядёт» – это способ передать на греческом языке священное имя Божье. Вот. «Тот, который был, и есть, и грядёт» – это чрезвычайно важная вещь. Понимаете, это, я бы сказал, имя Бога, которое само по себе является откровением и одним из самых важных, ключевых откровений, в том числе для автора Апокалипсиса Иоанна Богослова. Он в основном говорит о том, что Бог никуда не делся, и несмотря на драматизм и трагичность происходящего и в прошлом, и в настоящем, и в будущем, Бог есть тот, который был, и есть, и грядёт. И всё, весь этот мир всё равно находится в руке Божьей, и Он всё равно уже победил. Это, на самом деле, может быть и просто самое главное, о чём говорит евангелист Иоанн в Апокалипсисе. Далее он говорит о Господе Иисусе, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас, и соделавшему нас царями и священниками, слава и держава во веки веков аминь. Во-первых, как я уже говорил, это, по-видимому, литургическая формулировка. Ему слава и держава во веки, Ему, возлюбившему, омывшему нас и сделавшему царями и священниками, это гимн, который воспевался при совершении таинства Евхаристии в те времена, по крайней мере, в той части христианского мира. Кроме того, посмотрите, что всерьёз видят для себя существенного, для своей жизни, в Господе Иисусе Христе, христиане этого времени. Они говорят как о свершившемся факте, что Иисус возлюбил нас. Ну, при этом, само собой разумеется, что мы не слишком этого достойны, но это остаётся за кадром, потому что это всё Бог побеждает. Они говорят о том, что Он омыл нас кровью своей, не своими какими-то попытками прыгнуть выше головы и дышать через уши. Мы себя омываем, это Господь Иисус своей жертвой, своей кровью возлюбил нас. Как Павел пишет, Бог свою любовь к нам явил в том, что Христос умер за нас, когда мы были ещё грешниками. В этом смысле откровение Анна Богослова вполне в русле и контексте христианской традиции первого столетия. И, кроме того, он говорит, евангелист, о том, что Иисус соделывал нас царями и священниками Богу и Отцу своему. Ну вот, и с учётом того, что это время, когда вообще в принципе, по определению отсутствует иерархическое свещество, то, что мы сегодня привыкли называть этим словом, когда клира или духовенство не существует от слова совсем, это очень важная для понимания христиан вещь о том, что такое церковь, что такое наше собрание, когда мы приносим благодарение Богу и когда мы принимаем жертву Иисуса Христа, что значит стать царями и священниками, как это делается технически, вот так воспевая за это славу и державу Господу Иисусу Христу. И вот дальше Иоанн Богослов говорит, вот он грядёт с облаками и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, возрыдают пред ним все племена земные. Это не дословная, но всё же цитата из Второзахарии, автора второй части книги «Пророк и Захарий», которая пишет о Христе возрит на него же Прабадоша, возрит на того, которого пронзили, и будут рыдать о нём каждое племя отдельно. Во-первых, сама по себе цитата чрезвычайно важна, не тем, что там на облаках его узрит весь мир. Это как раз и для евангелиста, и для Захарии несколько менее важная вещь. А важно, что Захария пишет о том, что спасение вот этих самых племён земных, родов, людей происходит тогда, когда сердца этих людей содрогнутся от ужаса, жалости и скорби при виде Иисуса, умирающего на кресте, при виде того, которого пронзили. И вот, собственно, об этом и идёт здесь разговор. Возрыдают все племена земные, когда будут смотреть на пронзённого, того, который омыл нас кровью своей. И дальше от Бога евангелист Иоанн говорит «Я Альфа и Омега, я начало и конец, Господь, который был и есть и грядёт, Вседержитель». Значит, собственно говоря, всё, что касается нас, как выражается, не евангелист, простите, святитель Иоанн Златоуст, вся и же о нас исполнив смотрение. Всё то, что предусмотрено о нас Богом, от она начинается и заканчивается в полноте. Вот именно в этой крестной жертве Иисуса Христа, в нашем ужасе и скорби от этой трагедии и том очищении, которое совершается кровью Христовой. И вот своим читателям, читателям следующих частей книги, Иоанн пишет дальше «Иоанн, брат и соучастник в скорби, в царстве, в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос». Это было одно из многочисленных мест ссылки, где, по-видимому, он, собственно, в ссылке и находился, претерпевая узы за свидетельство Христова. И дальше он говорит «Я был в духе в день воскресного» и слышал голос, который говорил «Я, есть Альфа и Омега, первый и последний». И вот этот голос призывает автора апокалипсиса, «Я всё же склоняюсь к тому, что это вполне, и даже скорее всего, мог быть, евангелист Иоанн Богослов, хотя моё мнение в данном случае не слишком авторитетно, но поэтому для меня вот гораздо естественнее называть его апостолом и евангелистом». Так вот, евангелист Иоанн слышит повеление передать некоторое откровение отдельным малоазийским церквям, семи, и мы увидим потом, что эти откровения, вообще говоря, разные, отличаются даже достаточно сильно. Сегодня это, в общем, довольно поучительный для нас факт, потому что нам трудно представить себе по-разному протекающий диалог с Богом у разных христианских общин. Нам кажется, что все должны под одну гребёнку, стройными рядами, как на первомайской демонстрации, все как один из детьми. Но вообще говоря, для первого столетия это совершенно неорганично. Бог видит в каждой христианской общине не некую христианскую общину модельную, гипотетическую, больше или меньше отстоящую от идеала, а совершенно конкретных людей. Это тоже очень важно о себе помнить. На самом деле идея унификации, возникшая у христиан едва ли раньше пятого, всерьёз столетия, да, ну, может быть, чуть раньше, она неорганична для нашей веры на самом деле. Вот. Итак, голос повелевает Иоанну к каждой из церквей написать некоторое послание, хотя они все построены по единому плану, единой схеме, но совершенно не идентичны между собой. Далее несколько удивительных образов. Он говорит, что я обернулся, чтобы увидеть чей голос, и увидел семь золотых светильников, ну, и, в общем, среди исследователей-толкователей практически нет разногласий о том, что это аллюзия на семисвечника Иерусалимского храма. Тот семисвечник, те семь светильников, которые и мы сегодня так или иначе воспроизводим в своей литургической жизни, в своём литургическом обиходе. Да, и это тоже связывает, конечно, всё происходящее именно с литургическим контекстом, потому что для того века, конечно же, таинство Евхаристии – это всегда диалог между конкретной общиной и Богом, который отвечает каждой этой конкретной общине, чаще всего через апостолов и пророков, каковым в контексте первой главы, собственно, и является Иоанн Богослов. И ещё я хотел бы обратить наше с вами внимание на последний абзац этой главы, где Иоанн рассказывает о том, что когда он увидел настоящего, испугался, пал ниц к ногам его, вот он возложил на него руку и сказал «Я первый и последний, живущий и был мёртв, и вот жив вовеки». Это тоже тройная формула, отчасти её следует соотнести со словами о Боге, который был, есть и грядёт. Это тоже, если хотите, способ передать имя Божье, суть того, каким Бог открыл нам себя в библейской истории и в новом Завете в особенности, живущий, живой, который был мёртв и вот жив вовеки, значит, живущий, распятый и воскресший, имея ключи ада и смерти. Напиши, что ты видел. Вот, может быть, важнее всего, то, что Бог говорит о себе, как об имеющем ключи ада и смерти. И, собственно говоря, если эти слова его держать в голове, то, может быть, тогда и получится прочесть эту книгу не столько с ужасом, сколько с надеждой.